ну еще одна легендарная песня вот на самом деле помните когда был комсомол все у нас какие-то были вот маяки нам давали вот павлик корчагин павлик морозов да а потом появился еще один человек и комсомольцы пели с удовольствием эту песню я имею ввиду серега саня как-то это все было ты сравнил появилась а вы знаете вот мы ходили когда поход там в районе чукотки на индигир куда-то мы были на дает далеком таежном аэродроме там был один единственный маленький самолетик и летчика звали серега сами мы с него не сводили глаз каждый вечер около этого самолета хороший парень был замечательно давайте вспомним я хотел еще несколько слов сказать вот прекрасной антологии грушинский да 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 панюшкин наш смешанный автор пишет про эту песню именно и говорит что вот она произвела мне огромное впечатление так просто и доходчиво написать о подвиге без высокопария без всяких высоких слов так просто и 20 с лишним лет юрий панюшкин вот написал я ищу серегу санина в себе и в других а еще ребят сейчас пошел трех хочу вам покажет у меня в руках книжечка да это первое издание визбора такое самодельно как это называется самоиздатом и 1 1 1 дать самаре вот взяли и написали вот самое ты собрали все что было там это письмо сейчас все это очень просто а тогда поем с моим серёгой мы шагаем по литровке по самой бровке по на самом ровке живем мороженое мы без остановки в тайге мороженого нам не подают то взрыв то посадка то снег то дожди сырая палатка и почты не жди идёт молчаливо проспадок рассвет уходишь счастливо приходишь привет идет на взлет по голосе мой друг серёга мой друг серёга сани сани ну легко под небесами другого парня пекла не пошлют то взлет то посадка то снег то дожди сырая палатка и почты не жди и идёт молчаливо проспадок рассвет уходишь счастливо приходишь привет два дня искали мы в тайге капот и крылья два дня искали мы Серёгу а он чуть-чуть не долетел совсем немного не дотянул он до посадочных огней то взлет то посадка то снег то дожди сырая палатка и почты не жди идёт молчаливо а распадок рассвет уходишь счастливо приходишь привет море еще одна стихия берешься который безумно его любил вот эта фотография обалденный он выглядывает из люк подводные лодки в черных подводные лодки при этом не просто море не не море вот как сейчас мы тюленями там легли и все а море именно как работа море как испытание себя море как стихи море как северное море то есть это все что от мурманска до дальнего востока ну а таких тяжелой работе о ледокольщиках ну конечно а фильм красная палатка который был снят михаилом колотозовым кстати известный если не сказать великий актер шона коннери англичанин с которым они снимались в красной палатке там вообще снимался весь цвет советской тогда молодой был актер никита михалков значит эдик марцевич эдуард марцевич там борис хмельницкий донатас банионис юрий соломин в общем просто куда ни плюнь везде звезда и клаудия кардинали тоже известная итальянская актриса и вот шона коннери до сих пор пишет в своем у него есть сайт и с кем он снимался из актеров и там стоит юрий висбор в частности тоже вот по этому фильму то есть у него там весь перечень актеров с которым он снимался в картину это очень приятно да вот и итальянцы и так далее то есть стихия северного ледовитого океана и вообще северного полюса и вся атрибутика включая белых медведей которых отец очень любил вообще считал что это наше семейное тотемное животное да то что значит он там белый медведь я там белый медвежонок там ну в общем и так далее всякие такие игры у нас были он очень любил это животное именно за бесстрашие за и много с ними общался кстати в общем это интересные были и поездки и ходил на ледоколах естественно и поэтому песни и морские ворота это кинофильм ты имеешь ввиду песни которые документально подожди минуту морские ворота это а это художественные значит телевизионный художественный фильм там ситуация была такая отец пришел к своим друзьям он всегда боялся когда испортить песни он отдавал музыку писать Сергею Яковлевичу Никитину и Виктору Семеновичу Берковскому и вот тот самый случай был когда он написал стихи пришел его попросили к фильму он почитал сценарий познакомился с режиссером снимал эстонское киностудии он прискакал к Никитину Берковскому сказал ребята гениальный режиссер а у него всегда в превосходной степени гениальная картина будет мы должны написать гениальные песни они написали им это удалось да они написали песни отец первый увидел картину монтированную только он пришел сказал это полный провал картина ужасная режиссер отвратительный команда подобралась но песни классные да но единственное хорошее что в этом фильме есть это наши песни и был прав давайте поем композитором был Баснер да и вот о фильме об этом уже никто не помнит о чем фильм не помнит и музыку Баснера а вот песни эти которые написал Юрий они стали названием морские ворота давайте поем давайте поем чудную песню я когда-то состарюсь память временем смоет если будут подарки мне к тому рубежу не дарите мне берег подарите мне море я за это ребята вам спасибо скажу я за это ребята вам спасибо скажу Поплыву я по морю, свою жизнь вспоминая, Вспоминая тот берег, где остались друзья, Где все улицы в море, словно реки впадают, Где дома, как баркасы, на приколе стоят. Где дома, как баркасы, на приколе стоят. Что же мне еще надо? Да, пожалуй, и хватит, Лишь бы старенький дизель безотказно служил, Лишь бы руки устали от полуночной вахты, Чтоб почувствовать снова, что пока что я жив. Чтоб почувствовать снова, что пока что я жив. Лишь бы я возвращался, знаменитый и старый, Лишь бы доски причалом проходя прогибал. Лишь бы старый товарищ от работы усталый, С молчаливой улыбкой руку мне пожевал. Я когда-то состарюсь, память временем смой, Если будут подарки мне к тому рубежу. Не дарите мне вере, подарите мне море, Я за это, ребята, вам спасибо скажу. Я за это, ребята, вам спасибо скажу. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok